всем привет все нас будет видео можно сказать по запросу но в общем о том как и чем накормить турка возможно чего в продуктах или в к приготовлении какой-то пищи избежать если турок едет к вам на первое свидание или вас в принципе ожидается гости из турции может быть какие-то родственники или в принципе вы каким-то образом своей стране не в турции сталкиваетесь с турками и вы приглашаете их себе например в гости и вам хотели вам нужно каким-то образом организовать их досуг и понять вообще куда они могут ходить какие-то рестораны питания их именно что вообще для них неприемлемо сегодня поговорим об этом не знает что большинство турков как мусульман даже если они прям не супер религиозные но не с детства как правило не едят свинину и любые продукты то есть это бекон сало и все содержащие продукты в которых может попасться частичка свиного вот этой свиной мяса сало составляющий но в турции например существует свой бекон турецкий который из говядины сделан и турки в за если вы видите например в ресторане в завтраке там в меню бекон и турок сидит это уплетает это не бекон который в нашем понимании свинины сделан сделан жирного мяса говядина по вкусу ну практически одно и более постный не даже нравится больше чем именно бекон свина какие-либо мясные сосиски и колбасы сервеладик например где там прям видно сало да что такое прочее конечно не предлагать потому что вы можете поставить на стол но не обижаться если он этого не попробовал потому что он боится что там свинина далее узнаете что у меня муж хорошо кушал в россии мясо я не знаю как это мясной орех или как это называется это спрессованная специями к типа пастерма турецкая но не такой соус там идет в вакуумной упаковке такой кусок говядины вырезки и он такой типу под копченый может долечками можно нарезать вот такой мне его хорошо потому что он сто процентов нет никакой свинины не в составляющей него оболочки нигде то есть когда мне приезжал муж в гости я всегда изучала этикетки составы блюд различных ну вообще короче в принципе у меня в семье свинину очень мало очень ели и вообще может глубоко моим каком-то детстве с говядиной либо рыба морепродукты поэтому проблем это не составляла лично для меня убирать что такое из рациона сладости да очень любят шоколадки вести аленки всякие конфетки в турцию из наших стран меня муж очень любит сладкое шоколад он их ест но не во всех шоколадных конфетах отсутствует свиной жир и кстати в мармеладе тоже так что я тоже изучала все у нас есть определенный набор каких-то конфет которых не содержится в соответствии составляющей свиного жира сала в производстве но отмечу что сейчас у меня муж особо-то не верующий и этикетки в плане шоколада мы особо не изучаем если что-то новое шоколад просто он попробует там без озрения кого-то совести но там кусок мяса или там шашлык из мяса или я не знаю там плов какой-то приготовленный со свининым конечно никогда есть не станет это вообще тамбу вообще если смотреть вопросы религиозные по корану если ты умираешь тебя нет выбора больше никакой еды ты можешь съесть хоть что не халяль вообще сало да пожалуйста если ты это вопрос жизни и смерти потом ты это можешь пойти отмолить лично я знаю не один им очень много примеров когда неверующие турки спокойно употребляют свинину приезжают там девочки там гости там ну в отношениях то подписчицы нет рассказывать здесь девочками с которыми я общалась и шашлыки со свининой едят и вообще проблем с этим нет не задумываются не заморачиваются ничего не грехи не отмаливают а в турции они типа да не едят ну в общем это зависит от человека я вас просто предупреждаю что может кушать что нет турки конечно и многие вы думаю знаете наслышаны по отблогам всяких в интернете я тоже видел своих рассказывала что они в еде ну такие избирательные они плохо под адаптируются к чужой какой-то иностранной еде и такой топ блюд или каких-то продуктов до чтобы турку понравилось турку понравятся кебабы шашлыки из говядины мясо большинство людей дачу не говорю любят овощи салаты овощные из европейской еды турки очень любят пиццу но пиццу например не с ананасами гавайскую американский вариант да пиццу итальянскую не больше любят с томатами опять же с фаршем или с колбасками какими-то это их прям тема они еще знаете так то есть труб пиццу адаптировали под себя тут и кукурузу перцы всякое 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 овощи накидывают на пиццу в общем и даже кстати турки хотя некоторые не едят соленую рыбу не считаю что она сырая но не муж это ест он есть например пиццу может с морепродуктами с рукколой вообще без проблем он такой у меня есть но это далеко не все турки но некоторые тоже могут и из такой паста это баланьезы макароны потому что опять же там идет фарш и томатная паста и либо соус для наполитана что-то такое я просто такой думать такого готовлю с наполитаном что сразу овощи есть специи я имею ввиду все за сборная соляночка по отдельности не добавлять вот такой они очень любят они любят помидоры мясо овощи булгур крупы макароны специи какие-либо но специи кстати у них тоже не гурманские вот честно вот в быту в специях турки очень легко все сходится на мята там я не знаю сусам перец красный перец молотый острый не острый но паприки кстати копченой паприки сладкой копченой есть здесь турции нет я из россии привозил очень люблю в ней из мяса с ней готовить именно копченым вкусом паприка типа есть сладкий перец они называют но копченая здесь такого нету в общем сарамсак чеснок любят сухой либо просто из выдавливают из головки до чеснока свежий ничего особенного у них такого в специях я прям не сказала что они очень любят еще петрушку лук зеленый который перьями в салатах очень простая еда мясо овощи крупы любые практически но гречку не все едят не все но не данная здесь продается некоторые кушают на пп спортсменов основного просто в обычном быту здесь людей которые бы кушали прям много гречку индюшку курицу вот они все это вся их еда это основа какая-то томатная и овощная какой-то гарнир может быть картошку пюре пожалуйста толченый тоже едят в общем ничего здесь сложного особо то нет проще сказать что они есть не будут они не будут кушать вот свинину любые блюда составляющие как для свинины они не очень любят сочетание азиатской кухни из-за разряда кисло-сладкий соус до или мясо со сладким соусом что я люблю мясо в ресторанах например да биштек с каким-то брусничным соусом или к там еще каким-то сладким вареньем проще назад да это в основном еда таких нордических людей это швеция и так далее финляндия финн такой любит но они здесь такое не едят восток они любят мясо помидоры овощи азиатская еда вообще не про них слушай они некоторые едят но не все муж на мой начал суши кушать только со мной но только те суши где типа нет а пойти они живут в определенных стереотипах про еду и вот как пример расскажу да например там сашими да когда рис и просто те соленая даже не свежая рыба сверху красная лежит сама по-турецки не знаю просто и некоторые слова по-русски мне тяжело быстро вспомнить чтобы не эко не буду зависать я сразу например говорит что-то по-турецки да но с красной рыбой и вот он так будет лежать он не съест а ту же красную соленую обычную рыбу фемесамон который у нас продается вот в мигросе везде в продуктовых магазинах если ты засушен сосунешь внутрь сушеные не увидит у нас есть удовольствием скажет как вкусно или сочетание рыба с молоком да или с айраном что такое турок не будет никогда конечно кушать одно очень хорошо не заходят макароны любые итальянские любые пасты но не с кисло сладкими сладкими соленые сладкое вместе они не употребляют они очень что поговорим о том что любят турки только очень часто едут со своими продуктами в гости они могут привезти этот суджук пастырму кавурма и сыры свои вонючие турецкие для нас они вонючие пахнут козой они очень соленые или они старые сыры то есть они с плесенью с запахом такие это на гурманов у нас не все такое кушать смогут а наши сыры и итальянские для них будут пресными и я думаю что вообще не зазорно если у нас такие нормальные отношения ты можешь сказать своему турку когда он поедет и возьми с собой например свой суджук а из кикашар там я не знаю какой зене пейнир что-то вот такое да то есть чего здесь сто процентов ты не найдешь что тебе из дома бы хотелось поесть для там до того же турецкого завтрака и турок скорее всего поедет с этим набором вообще и вы еще попробуйте что это такое здесь такого точно нет турки очень любят айран кисломолочные продукты могут быть кефир но не все айран просто либо молоко детей здесь вообще очень часто пичкают молоком не сладкий обычно там просто молоко в трубочкой в тетропаке может быть и они с детства это пьют взрослые уже так особо не пьют они считают это кальций полезные тра-ля-ля-ля но сейчас много же изучения то изучают молочку что вообще принципе молоко так хлебать стаканами не очень то и полезно ну в общем айран да с удовольствием кисломолочку йогурты он для туроков это не сладкие йогурты в баночке он тоже может попробовать здесь сейчас тоже последние там года три по его продаются на их особо не немного покупают не супер это популярные они любят просто классический как греческий йогурт да не сладкий без всего они прям ложку вы есть могут добавлять к тем же кебабом к макаронам хоть к чему то есть знаете такой скажу напор продуктов вашем холодильнике если к вам приезжает турок или вы готовите просто ужин такой а-ля турецко-европейский да чтобы я могла поесть или там и мои гости турки это мясо это фарш это курица может быть индюшка говядина макароны овощи любая зелень абсолютно с любой салат они очень любят ну я не буду говорить там всякую долгу к сыру всякое такое чисто турецкое что вы здесь можете поесть он этого без этого недельку проживет у вас в гостях не обломится или тоже думать что они будут есть изысканную европейскую кухню нет навряд ли я даже больше вам советом каждый день готовить одно и но любимое не знаю макароны баланьеза те же то турок будет счастлив и скажет спасибо он будет готов есть моно еду но приемлемую ему чем каждый день разную но какую-то иностранную заморскую которая может быть не нравится из нашего я точно скажу что ему понравится какой-нибудь армянский или узбекский азербайджанский ресторан особенно азербайджанский азербайджанский они вообще очень похожи и или уйгурскую кухню у меня от муж например общен с удовольствием и гурской тоже мусульман и у игоров тоже нет свинины но они-то всякое жирное такое в основном готовят мне муж не очень жирная но то что это заведомо не без свинины халяль в основном то он конечно 100 с удовольствием ел еще в принципе с ядными с этим проблем с мужем нету но в ресторан такой узбек азербайджанец уйгур вы можете позвать армянский тоже можете пригласить ресторану им это понравится что армянская еда очень адаптирована они с турком еще рядом до история переплетает армянская еда немножко по-другому даже многие блюда также называются это и долма и всякие пиде и хачапури это тоже самое по сути пиде переделана в общем вот эти все нюансы этого очень много что турок в армянском ресторане может для себя найти в азербайджанском так и подавно поэтому если не знаете что готовить заказывайте доставку из такого ресторана или видите или вот эти осетинские пироги турок тоже кстати может заценить они там мясные картофельные тоже могут это по им это понравится и могут очень понравится хинкали или хинкал они это могут называть потому что это по сути такие огромные до пельмени или они манты это назовут турки тоже это очень понравится им вот такая еда мясо тесто опять же мясо картошка ему это очень очень близко вот это набор такой продуктов когда на недельку на 2 недельки этого вам хватит в летнее время скажу они не едят наши супы вообще дать про супы давайте немножко дополню борщи солянка вот это все и особенно солянка навряд ли она зайдет руку меня вот муж например любит но он съест одну скажем так порцию больше к ней не притронется он раз талил раз там не знаю в полгода этой солянкой больше не захочет ее есть он может в принципе у меня любой каждую историю русский суп есть он к этому вообще нормально это полезно еду про то что прямо для желудка суп это полезно чтобы кишки хорошо работали на всю историю потому что из-за турецкой вот этой еды у них у всех практически проблемы с жека и желудками и кишками все вот эта история не не очень правильно питаются это тяжелая пища острая очень любят и вот эти супы в россии которые вообще не старайтесь не готовьте не пытайтесь поразить его сходите раз в ресторан какой-то наш например национальный на куда ли там попробовать в ресторане он съел окей дома никого котлы не ворочи не тратьте время это готовить он съест одну порцию из вежливости может даже может ему не понравится зачем напрягаться про супы суп жидкая такая пища у турок это типично в холодное зимнее время суток года они едят суток это вечером на ужин согреться и тому подобное то есть летом суп можно не предлагать вы можете предложить какой-нибудь холодный суп это он навряд ли будет если он скажет ой это жидко это суп окрошка например да крошку тоже не станет есть скорее всего нет даже не пытайтесь не надо напрягаться короче надо я вот что главное мой совет концу видео не надо напрягаться определенные блюда которые для них приемлемы вот я как и сказала лучше каждый день приемлемое одно и то же чем что-то новое и неприемлемое для них они вот такие зашли в колею по ней катят едут и из этой колеи выходить не хотят пишите ваши комментарии под видео что вы считаете для них интересным что какие-то истории интересные есть когда турок что-то новое попробовал для себя непонятное неизвестное открыл и стал это постоянно кушать у меня тоже есть такие дома примеры у меня муж очень много со мной вот как-то по суше открыл для себя он и знал ел он много работал в азии летал но никогда их особо не ел не пробовал и кстати азиатскую кухню так до сих пор и не примет он может поесть раз но на второй день никогда к такой идее ли в такой ресторан не пойдет не притронется мне вообще интерес только чисто из интереса что-то новенькое все вот пишите так что комментарии про свои истории очень интересно и следующее хочу сказать если вы считаете видео полезное пожалуйста поставьте лайк распространите в соцсетях репостите это видео чтобы другие видели чтобы обратились к этой информации я очень мне очень приятно что я могу быть полезная я под видео оставляю всегда свою в инфобоксе разворачивайте почту куда вы можете написать свои анонимные истории для публикации разбора ответа моего видео либо запись на психологические консультации скоро увидимся всем пока